Всем большой привет! Ну всё, зима у нас. У нас уже сутки идёт снег. Сегодня здесь уже вон чистили. Нападало сколько. Мы с Ванюшей к бабушке. Мне надо в МФЦ. Там мой бизнес. Круглый стол устраивает, в общем, для предпринимателей. Попросили прийти кого-нибудь одного из семьи. Ну так как и я, и Олег, и папа. Ванюш, пойдём садиться в машину. Вот без преувеличения сутки идёт. И выпал уже месячная норма. Сидели-сидели без снега, радовались. И всё. Вчера прям метель была. Я вчера была в клубе. И как раз прошёл бульдозер. Я думала, я не отъеду от парковки. Потому что прям позади машины. Прям сугроб такой был. Думала, ну всё, сейчас буду своим звонить. Пусть с лопатами бегут. Выручают мать. Но нет, выехала. Прям как танк. Вперёд машина. Вот как раз я мимо проезжаю. Вот здесь вот такие вот сугробы. Вчера были здесь уже почистки, правда. Но вчера всё было завалено. Сходила я уже на собрание. Коротенькое было собрание. Там вообще, в принципе, никто не пришёл, кроме меня. Я была одна на этом собрании из предпринимателей. Может быть, из-за того, что непогода. Может быть, люди ещё не откопались. В общем, сейчас надо вот здесь вот у мамы парковка немножко почищена. Надо вот здесь вот сейчас лопатой пройтись. Потому что сейчас Олег подъедет. Здесь-то он встанет, но ещё одна машина будет. У нас у мамы здесь, видите, сосок торчит. Это ведут газ. В общем, приедут бурить. Дальше машину я поставить не могу. Потому что у меня попа будет торчать прямо на дороге. А здесь людям пройти нельзя. Тротуар весь завален. Сейчас лопату пойду искать. Давно я не копала. Вспомним, как это. В принципе, всё. Немножко здесь дорожку расширила. Вот, смотрите, слоями снег. Так, давно мы тебя не видели. Снежок такой. Всё, всё, что могла я сделала. А остальное почистят. Мальчишки приедут. Быстро раскидают здесь. Всем доброе утро. Зимушка-зима. Смотрите, какая красота. Провода, правда, все в снегу. Это не очень хорошо. Но деревья вообще чумовые. Прям как с картинки. У нас сейчас 7 часов утра. Ой, машина. У меня тоже вся в снегу. Я вообще собралась за пацанами. Никита с Кириллом вчера у бабушки остались ночевать. А сегодня, я думала, на такси приедут. Ни одной машины нет. И вот поэтому сама за ним поеду. А то в школу опоздают. Пока будут ждать такси. Кирилл у нас тут на больничном был. Сейчас поедем с ним за справкой. Я думаю, уже выпишут. Потому что до этого мы ездили. Несколько дней назад в поликлинику. Еще не выписывали. Сказала, пусть еще лечится. Взяли мы справку. Все, выписали. Кирилла в школу идет. Сегодня сестра. Я пока ездила за детьми. Ищет меня. Ну, до меня дозвониться не смогла. Олегу звонит. Я потом перезвоню. Тебе что, похитили, что ли? Ты что, меня ищешь, что ли? В общем, у нее сегодня выходной. И она говорит, пошли в бассейн. Я с нашим папой договорилась, что он побудет с утра с Ваней. В общем, мне до 10 часов нужно уже домой вернуться. Потому что Олегу на работу он сказал, ну, до 10 если вернешься, то иди. Мухой. Прям мухой надо в бассейн. Мухой, правда, не место в бассейне. Вообще у нас последний месяц какой-то больной получается. Я переболела. Кашель, насморк. Все, больше ничего не было. У Никиты, так, поверхностно, но все равно несколько дней в школу не ходил. Тоже за справкой ездили. У Кирилла посерьезнее. Потому что сначала кашель, насморк, потом отит. Лечили отит. У Ванюши. Вот у нас, у папы тоже поверхностно, как и у Никиты. Несколько дней вот горло поболело. Потом, вроде, нормально. Он был уже в строю. У Вани сначала был насморк, с кашлем. Потом, вроде, все, уже дело к выздоровлению идет. Проснулись. Конъюнктивит. Здравствуйте, пожалуйста. Вот, лечили конъюнктивит. Сейчас пока он тоже еще дома. Не ходим пока в садик. Я вообще редко болею. Но этой осенью я переболела два раза. Либо все уже, дело к старости идет, иммунитет у меня уже падает. Ну, вообще, я всегда хвасталась даже, что... Да я вообще редко болею. И вот последний раз ждала, пока у меня голос восстановится. Мне надо было уже ролик на Я Тартадел озвучивать. А у меня голос такой, как будто я, не знаю, орала на каком-то концерте всю ночь. Потом стала такая... Сиплая, хриплая. Не заладилось, в общем, что-то со здоровьем этой осенью. У всей семьи. Так, все, мы уже до дома доехали. Давненько я не плавала. Реально, как в сказке. Еще небо такое голубое. Вот это красота. Здрасте. Отлично поплавали. Такое расслабление. Прям что-то ничего делать, даже неохота. Как это? Еще же только утро. А уже ничего делать неохота. Сестру завезла домой. Ой, сама приехала. Хорошо. Ванечка, я только попробовала. А ты уже красить начал. Не успела, мать. Ладно, пока отбирать не буду. Я тут не постелила еще даже. Я просто попробовала край. Ну все, Ванька уже было не остановить. Ваня! Ваня, сейчас весь диван будет. Киса, отойди. Ой, я не могу стивить. Маляр, все, давай. Вообще, началось все с того, что к нам вчера пришли газовики. И Олег на кухне снимал кухонные ящики. И я решила заодно, пока вообще они ездили за каким-то там шлангом, я решила, что все уже, работы все закончены у газовиков. И я решила тут под шумок покрасить. Фартук, он каменный. Я периодически его подкрашиваю. Решила белым вообще все закрасить. Я вам сейчас покажу результат. Офигенно получилось. Мне очень понравилось. Единственное, что... Это обычная акриловая краска для внутренних работ. Я на Валберис уже нашла моющуюся краску. И как раз вот супер белую заказала. И я потом вторым слоем фартук покрою. Суть не в этом. Сейчас речь не о фартуке. Я вам чуть позже его покажу. Это обратная часть вот этих вот ваниных комодиков. Вот. Здесь, конечно, я Ваньку позволила вот это все расклеить. Ну, с тем умыслом, что они же не вечно здесь будут наклеены. Потом они легко вот убираются. Все это потом уберем. Пока пусть ребенок развлекается. И вообще, я достала... Пока я достала эту краску, я решила попробовать. Потому что задумка эту заднюю часть этих трех комодов... Три комода одинаковые соединены вместе. Задумка была изначально такая, что эту стенку я либо покрашу, либо, может быть, какой-то рельеф сделаю. Возможно, еще и сделаю. Как вы понимаете, у меня все в экспериментах. Я люблю экспериментировать. Ну, у меня так совсем. И с тортами, и с ремонтом. Как в споре рождается истина, так в экспериментах рождаются правильные варианты. Здесь у этих комодов была не сплошная вот эта вот стенка, а были отдельные. Вот такие вот части. Сейчас у нас несколько таких частей. Они целенькие там лежат в чулане. А вот одну часть я Ване стилю на его стол для лепки, если он там с какими-то лизунами играет. Ну, вот доска для лепки, так ее назовем. Вот. А здесь это уже Олег отдельно вырезал лист, сюда прикреплял. И раз уж вчера мне краска попала в руки, все, я решила, что нельзя медлить, надо ее тоже покрыть. Это только кажется, что, ой, да это же так долго. Да не долго это. Надо просто взяться и сделать уже. Доделать уже до конца, и все. Ну, вот пока я искала, что постелить на пол, Ваня тут начал красть. Я сейчас немножко валиком все его мазки растерла, чтобы они потом не застыли таким толстым слоем, и потом при высыхании, чтобы они не выделялись. А вот так сейчас выглядит фартук. Но мне белым он больше нравится. Я не знаю. Вот я его и в бежевый, и потемнее красила. Ну, то есть по мере загрязнения я его губкой потом окрашивала. Также акриловой краской. А тут вот нашла вот эту краску, которую потом она для кухни и для ванной комнаты. То есть поверхность можно потом мыть. Но пока она еще не пришла, поэтому пока вот это все в таком состоянии. Здесь главное, смотрите, угол так хорошо получился, а с этой стороны здесь шпатлевка нужна. Здесь нужно добавить. Вот. И вот так вот быстренько, вчера за 10 минут, я тут обновила фартук. Олег заходит и говорит, ты что? Ты что творишь? Говорит, они же сейчас обратно приедут, газовики. Я говорю, ой, я сейчас быстро все высушу. Включила фен, все подсушила, чтобы не испачкались. И вот, кстати, вторую часть еще Олег не повесил. Фасады надо мыть. Вот как раз Новый год. Надо генеральную уборку делать. Все это и помоется. И еще на Озоне заказала тумбу подвесную. Все-таки не нашла. Я все искала, знаете, чтобы она хотя бы метр восемьдесят была, ну, или метр шестьдесят, ну, и нравилась мне внешне. Тумба подвесная, вот сюда под телевизор, куда бы спрятались вот эти вот все провода. Розетка. Может, розетка и под ней будет. Не суть. Вот эти провода главное, чтобы спрятались вместе с ресивером. Но, ну, нет. Те варианты, которые есть, там, от метр шестидесяти, там, до двух, они мне не нравятся. И цвет там у них. Я думала, либо белую, либо чтобы подходила под полки или под столы. Там, у тебя нет, там играет. Пока пап нет. Вот. Решила, ладно, пусть будет белая и пусть будет две тумбы, чтобы общей сложности у них длина была два метра. Решила, что, ну, ладно. Ну, не найти, не найти. Что теперь, годами, что ли, ждать? Подходящие варианты. Решила заказать две тумбы. Скоро придут, наверное, послезавтра, по-моему, они придут. На Азоне я заказала. Чисто белые, как раз две, они будут в подходящей длине. Вот. Ваня никак грунтовку мне не хотел отдавать. Я ему развела немножко гуаши в воде просто, в обычной. И он дала. Блакушничает. Понравилось ему делать ремонт. Грунтовку я нанесла и по бокам, и сверху, и вот здесь вот. Сейчас она подсохнет. Здесь уже все высохло. В принципе, можно здесь поэкспериментировать. Я купила вот такую вот штукатурку. Я посмотрела просто видео на ютубе, как делают рельефные поверхности. До 15 миллиметров слой можно наносить. Как раз для того, чтобы сделать декоративную такую поверхность рельефную. Она подходит. Ну, по крайней мере, в видео на ютубе. А нам-ка попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок. Ну, вот что в итоге у меня получилось. В принципе, то, что я хотела, да? То есть, это какой-то такой цельный объект. Учитывая то, что со штукатуркой я вообще работала впервые в жизни, ни разу я не штукатурила ничего. Шпатлевкой по дереву только могла какие-нибудь там трещины замазать. И для первого раза, я считаю, что достаточно неплохо получилось. Осталось только покрасить. В белый цвет я хочу покрасить. Ну, может быть, может быть, немножко беж. Нет, наверное, белый оставлю. И еще здесь муж мне прикрепил вот такие вот квадраты. Это ширма-перегородка для зонирования комнаты. Она так и называется. Я заказывала на Валберис. Нам достаточно было 12 этих квадратов. Там цены разные. Мне она обошлась в 3,600. И цепи мы прикрепили так она на вот такие вот крючки. Должна была к потолку крепиться. Мы купили в строительном магазине вот эти вот цепи. Там было тоже два варианта. Я выбрала поменьше. Так как у нас... То есть, если бы мы крепили на вот эти крючки, то тогда квадраты эти были бы выше. И здесь было бы расстояние. Не очень хорошо смотрится. Я думала изначально, что я эти квадраты... Сейчас они остановятся. Прикреплю прямо к этой столешнице. Потом подумала, зачем. Ване они были интересны. Ровно 5 минут. Пару раз он там колыхнул. Но они достаточно такие тяжелые. То есть, не вот, да. От любого сквозняка там развиваются. Ванек их не трогает. Вот они, получается, разграничивают вот эти две зоны. То есть, эта зона, получается, зал. Здесь Ванина такая небольшая, ну, можно сказать, комнатка. Ванин уголок. Рисунок, как вы видите, я так и не нанесла. Я решила сначала вот доделать этот объект, а потом уже посмотреть, подходит сюда. Вообще, нужен ли здесь рисунок или нет. Я добавила сюда еще звезды с этой стены. И сейчас я вижу, что можно немножко цветом вот этот беж перенести на эту сторону. В общем, соединить. Цветом соединить вот эти две стены. То есть, как правило, у меня сначала вот какие-то мысли в голову лезут насчет этого же рисунка здесь. У меня он до сих пор вот в телефоне, в закладках этот рисунок. Я, может быть, даже сюда вставлю. Хотя он, может, сюда и не очень-то подходит, но он мне очень понравился. Это фотообои. Вот. И, как правило, сначала у меня появляются вот какие-то мысли, а потом я начинаю анализировать, что сначала нужно сделать, чтобы перепроверить данную идею. Вот так. И так как я это делаю все по вдохновению, то у меня получаются такие между моими действиями такие перерывчики. Там в месяц, в полтора, а потом вдохновение опять приходит, и я возвращаюсь. Ну, например, к тем же этим комодам. Это три одинаковых комода. Они соединены между собой. Муж там не соединил. Здесь половина, ну вот, в закрывающихся квадратиках там ванины вещи, а то, что открыто, здесь игрушки. Ну, там тоже, в принципе, вот те два квадрата с дверцами, там тоже игрушки. И получился вот такой вот объект, который и зонирует достаточно большую комнату. Она у нас большая. Где-то получается до 25 квадратов. Даже, может, чуть больше. То есть вот этот вот зал большой. И с этой стороны она получается такая вот однотонная. Ну, не столешница, как ее назвать. Ну, в общем, такой прямоугольник. А со стороны ваненого угла, со стороны ваненой комнаты здесь место для хранения. Эти комоды изначально продавались без ножек. Ножки мы уже покупали сами. Ну, там же на Озоне заказывали. И эти комоды мы на Озоне заказывали. Вся эта конструкция прикреплена к стене. То есть она никуда не двигается. Если даже Ванька регулярно сюда залезает, то есть она никуда не свалится, не двигается. И ребенок, даже если очень сильно постарается, он ее сдвинуть с места не сможет. И хочу обратить ваше внимание. Возможно, кому-нибудь пригодится. У нас натяжной потолок. И здесь у нас идет посередине балка. И мы сразу, когда вообще появилась вот эта вот задумка то, что Ване нужен свой уголок и вот нужно как-то это все зонировать, мы сразу изначально то есть подумали про эту балку и уже от нее отталкивались какого размера будет этот уголок. И чтобы все не расползлось, мы использовали папку. Я вам сейчас ее покажу. Я вырезала круги, одинаковые круги. Ну, примерно где-то 2 сантиметра. Олег их клеем момент приклеил к потолку и потом уже к этой балке прикрутил вот эти вот ну, самые. Ну, они чуть поменьше только. Это мы строительно покупали дополнительно, потому что в комплекте было только 4, а нам нужно было 5. Почему такой узор? Выбор, конечно, был невелик. И в основном там были растительные узоры. Мне эти треугольники подошли. Они немного перекликаются с противоположной стеной. Сейчас покажу. Вот здесь у нас обои тоже треугольнички. Единственный момент, который меня не очень устраивает, это то, что вся эта фурнитура, она серебристая. А мне бы хотелось, чтобы это тоже как-то сочеталось вот с теми же картинами или с тем же светильником и зеркалом. Поэтому я купила краску в баллончике. И как будет время, я хочу все это снять. Снимается очень легко. Покрасить все эти элементы и назад все это прицепить. Жалко ли было натяжной потолок? Мне вообще нет. Потому что он изначально нам не очень нравился. Вот этот вот круг, который у нас посередине, нам его изначально сделали криво. Поэтому... Ну и он мне сейчас вообще не нравится. То есть весь потолок матовый, а в середине этого круга здесь глянцевый. Да еще и он не очень ровный. Все равно когда-нибудь, когда мне эта перегородка надоест, я думаю, что я и решусь на то, чтобы вообще и потолок поменять. Ну, мне очень нравится, что получилось. Особенно это вот мой любимый уголок. Кстати, мой и Ванин. Ванек тоже все время в этом углу сидит. Ну, как-то так вот уютненько. Хочется сразу в плед закутаться и сериальчик с мандаринами какой-нибудь смотреть. А Ванин уголок это вообще такая мини-комнатка. Вот он все время там что-то сидит, перебирает там свои игрушки, достает потом обратно, туда засовывает. Пластилин все, сам достал, потом сам убрал со стола. Спит Ваня в своей кроватке, но также у нас без изменений, то есть где-то часов до пяти он спит в своей кроватке, потом все равно к нам прибегает. У него это уже на автомате. Кровать я, кстати, хотела покрасить, ее в любом случае красить. Я хотела ее сделать немножко посветлее, вот здесь вот эти вот места, ее в любом случае нужно будет покрасить. Но это тоже, нужно ждать вдохновения. Продолжение следует...